285 миллионов рублей. Такую сумму выделят из регионального бюджета на развитие и поддержку профессионального футбольного клуба «Крылья Советов». Около 60% уйдет на зарплаты игроков и тренеров. Остальное – на содержание и эксплуатацию детских спортивных школ, оплату перелетов и проживание спортсменов в гостиницах. Вся инфраструктура «Крылья Советов» используется под детский массовый спорт. Это нам позволяет ежегодно проводить в самой крупной стране турнир детского спорта лет с футбольным мячом. Количество участников от 36 до 40 тысяч человек. Благодаря серьезной финансовой поддержке со стороны региональных властей в Самарской области ежегодно проводят спортивные соревнования на самом высоком уровне. Мальчишки, которые гоняют мяч во дворах, вырастают в настоящих профессионалов. Как пример, воспитанники школы «Крыльев» галкипер Богдан Овсяников и полузащитник Данила Смирнов. Недавно они дебютировали в команде мастеров в одной 16-й Кубка России против московского «Торпеда». Кроме того, финансовую поддержку получают и другие клубы региона. Это баскетбольный клуб «Самара» 20 миллионов. Это футбольный клуб «Толятинская лада» 5 миллионов. Это молодежно-юношеский клуб «Искра» 4 миллиона. Это пляжники наши, которые в этом году вышли в финал Еврокубка в 5 миллионов рублей. Также в этом году дополнительные деньги получат волейболисты Новокуйбышевской «Новы», гонболистки Тольятинской «Лады» и хоккеисты мужской команды «Лады», которая выступает в чемпионате ВХЛ. Парламентарии напомнили, что в каждом клубе существует своя спортивная школа для детей всех возрастов. А это значит, что большую часть средств из областной казны потратят на воспитание юношей, которые будут представлять Самарскую область на спортивных соревнованиях самого высокого уровня в будущем. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.